Утром, моя любимая страна. Всем с добрым, хорошим, прекрасным днём. Подсказка для вас сегодня будет такой симптом, как кашель у собаки и кошек. Основных проявлений кашля у собаки и кошек шесть. На первое место я бы поставил такое проявление кашля в результате попадания инородных предметов в дыхательную систему. В трахею, в бронхи, в лёгкие. Очень часто наши питомцы, собаки и кошки, поедая какие-то предметы, предположим, косточки или маленькие какие-то палочки, могут вдохнуть и втянуть в дыхательные пути эти предметы, тем самым вызвать стойкий кашель. Поэтому первая подсказка это кашель в результате попадания инородных тел. На втором месте я бы поставил аллергический кашель. Кашель, который возникает в результате вдыхания, в дыхательную систему каких-то токсинов, газов, ядов, которые могут раздражать слизистую дыхательную систему, таких как бронхи, лёгкие, трахеи и вызывать опять же кашель. Поэтому на втором месте наших подсказок это аллергический кашель. На третье место я бы поставил вирусный кашель. Кашель, который возникает в результате вирусных инфекций. Если привести пример на примере собаки, есть такой вот вольерный кашель или питомческий кашель. Кашель, который возникает в результате инфицирования животного от одной собаки больной, другой или третьей. И возникает в связи с этим вирусная инфекция, которая проявляется в виде кашля. На четвертом месте нашего списка я бы поставил кашель, который возникает в результате паразитарных заболеваний. На первом месте из таких вот болезней у собаки и кошек это дирофилериоз. Болезнь, которой можно заразиться летом одного года, но только на следующий год. Развитие данной болезни настолько прогрессирует, что основным симптомом опять же будет кашель. Поэтому это четвертый список наших подсказок. На пятом месте я бы поставил кашель в результате нового образования. Очень часто у возрастных животных, животных старше 5-6-7 лет, могут быть новообразования в бронхах, новообразования в легких, новообразования в трахеи. Это тоже раздражитель, который вызывает тоже стойкий кашель. На следующем месте нашего списка я бы поставил животные, которые склонны к кашлю. Так называемый трахеальный вид кашля. Есть породы, такие как Ершис-Киртегер, такие как Чихуахуа, Мальтийская оболонка, Шпиц. У этих пород есть такое заболевание, как коллапс трахеи, либо стеноз трахеи. Генетически обусловленное сужение диаметра трахеи. То есть трахея идет вот так, в том раз и возникает вот такое сужение. Воздух, который животное вдыхает, ударяется в это соединение и вызывает опять же раздражение и кашель. И на последнем месте нашего списка я бы поставил болезни сердечно-сосудистой системы. То есть болезни сердца, которые хронически видоизменяют органы дыхания. То есть меняется трахея, меняются бронхи, легкие и при этом тоже возникает кашель. У людей такой кашель называется кашель сердечный. Сердечный кашель. Также у животных сердечный кашель на шестом месте нашего списка. И если подытожить все эти данные, которые вам дал сейчас и подсказал, вас должны наталкивать на какие-то действия. Если вы видите, что ваше животное кашляет ни один день, ни одну неделю, и какие-то полумеры не помогают, обратитесь пожалуйста к врачу. Это иногда поможет спасти чью-то жизнь. Поэтому всем спасибо. Будьте здоровы. Вот так вот Дина кашляет. Жесткое дыхание и постоянно дышит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...